Всем привет! Сегодня я расскажу вам о своих недавних книжных покупках и подарках. Покупок было всего две. В последнее время так складывается, что я читаю книги либо в электронном варианте, либо мне их одалживают друзья, так что в покупках я, можно сказать, не нуждаюсь. Но кое-что я всё-таки купила. Во-первых, книгу Анабиоз Сергея Палия и Алексея Гравицкого. Я давно была заинтересована в серии Анабиоз, потому что я знаю, что её создателем, основателем является Сергей Палий, я просто не могла пройти мимо этого. И вот совершенно неожиданно увидела несколько книг из этой серии в магазине «Читай город» и, естественно, не могла не купить. Удивлена находкой я была, потому что эту серию издавали в 2011 году, и обычно книги, изданные в это время, у нас очень сложно найти. И, кстати, совсем недавно в одном из магазинчиков я нашла все книги из серии Анабиоз за абсолютно смешные цены, так что теперь собираюсь что-нибудь себе прикупить. Вторая покупка тоже абсолютно спонтанная — это «Колымские рассказы» Барлама Шаламова. Не ожидала я увидеть это произведение в этом оформлении, но как только увидела, сразу же решила купить. Узнала я об этом произведении после рассказа Насте Сова, за что ей огромное спасибо. Очень заинтересовали эти рассказы, думаю, что в ближайшее время не прочту. «Перед восходом солнца» Михаила Зощенко. Я обожаю эту книгу и обожаю это оформление, так что очень рада была получить подарок. Еще, кстати, с заказом с read.ru мне пришло что-то странное. Вот это. Это вроде как роман-коллекция, который стоит всего лишь 20 рублей. Мне даже интересно, насколько ужасно может быть вот это, учитывая оформление и цену. Но читать я это, естественно, не буду. «Лучшая подруга, зная мою бескрайнюю любовь к сериалу «Как я встретил вашу маму», подарила мне два вот таких кодекса братана». Они мне очень нравятся. Я за один вечер, естественно, обе эти книги прочитала. Они очень забавные и очень напоминают о сериале. Ну и подруга мне, конечно же, братан, так что думаю, что через несколько лет появится ностальгия, когда я буду заглядывать в эти книги. «Коллекционер Джона Фауза». Давно хотела приобрести эту книгу, но не знала, в каком оформлении, потому что все они мне не очень нравились, а вот в это я правда влюблена. «Хижина Уильяма Пола Янга». Эта книга была в суперобложке, но вот эту суперобложку я уже выкинула, потому что я не вижу в ней никакого смысла. Она абсолютно совпадает с этой обложкой. «Джек Лондон, Мартин Идден». Давным-давно хочу прочитать эту книгу, но все как-то руки не доходят. Я даже взяла ее в библиотеке, но теперь вот у меня есть собственный экземпляр. И, наконец, моя большая-большая мечта. Я соочно влюблена в эту книгу и очень надеюсь, что не разочаруюсь в ней. «Перерождение». Она огромная, и мне очень нравится ее оформление. Я, в принципе, сначала влюбилась в оформление, потом посмотрела аннотацию, влюбилась в это описание, и теперь очень надеюсь, что она меня не разочарует. Ну вот и все. Я все вам показала. Если вы читали какие-то из этих произведений или хотите прочитать, то напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. И да, если вы хотите узнать, что еще мне подарили на день рождения, то проходите по ссылочке внизу на мой пост в блоге. Большое спасибо вам за внимание, хорошего дня и до встречи!